Всех приветствую, друзья! С вами я, Ник, и сегодня я расскажу вам, как я изменил свою жизнь в корне. Это способ, я, честно, не знаю его название, но есть какое-то официальное название. Я расскажу, как этим способом вы сможете тоже изменить свою жизнь. Вы сможете использовать этот способ в совершенно разных сферах своей жизни, и каждую сферу так апгрейдить по очереди. Потому что этот способ, он применим абсолютно ко всему, и абсолютно каждому, он стопроцентный. Окей, я начну с предыстории, я это рассказывал много раз на своем YouTube-канале, но, допустим, если вы это не смотрели, то вам будет полезно. В России, когда я жил в России, я был очень замкнутым ребенком. Я не совершенно ни с кем не общался, и совершенно, ну, то есть, был таким интровертом. Действительно, мне было сложно найти с кем-то контакты, как-то с кем-то просто начать общаться, не то чтобы дружить. Я уже ничего не говорю и про девушек, то есть, с девушками мне было очень сложно. Общаться с девушками, это было прямо пиздец, как жестко. То есть, я действительно был такой, не скажу, что прямо интроверт, который сидит в углу класса, но я был чувак, который, ну, блять, очень мало со всеми общается. У которого общение с другими людьми, это, ну, то, что прямо дается очень сложно. И сейчас, я переехал в Израиль, да, но это не важно, это совершенно не важно в этой истории. Сейчас я человек, который легко может познакомиться с любым человеком, который легко коммуницирует с другими людьми, у которого много друзей, который много с кем общается. И, в принципе, у меня вот эта проблема ушла из жизни. Проблема коммуникации ушла из моей жизни. Я легко могу хоть с кем-то коннектиться, хоть с кем-то общаться. И как я изменил свою жизнь вот так вот в корне за два года. Как я это сделал? Как я превратился из вот этого шайни-боя в такого, как бы, экстраверта, который легко со всеми общается? Благодаря способу из сегодняшнего видео. И давайте, в общем-то, перейдем к этому способу. Когда я приехал в Израиль, да, я поступил в школу. И я понимал, что перед первым днем школы, как я себя, ну, покажу в этом обществе, так ко мне и будут относиться всю оставшуюся жизнь в этом обществе. И если я покажу себя таким, какой я есть, действительно интровертом, который ни с кем не общается и никак ни с кем не коммуницирует, то меня так и будут воспринимать. А я понимал, что мне остается жить в Израиле еще очень много времени. И я буду достаточно много времени проживать с этим вот как раз-таки кругом общения, потому что я собрался, ну, пойти в эту школу и не собирался никак ее менять. Поэтому я понимал, что я не хочу. Во-первых, начнем с того, что мне не нравилось это. Очень важен факт, если вам это не нравится. Если вам, вас это устраивает, то нахуя вам менять? Вы, в принципе, что, долбоебы, что ли? Если вас что-то устраивает, зачем это менять? Меня это не устраивало. Это точка. Мне не нравилось то, что я интроверт. Мне не нравилось то, что я ни с кем не общаюсь. Мне, ну, вообще, ну, то есть это не про меня было. Я понимал, что моя жизнь может течь гораздо лучше, если я буду общаться с людьми и коммуницировать с ними. И в тот момент я придумал такую вещь. Я реально вам серьезно говорю, я нигде это не гуглил, нигде не искал. И, оказывается, сейчас я нашел вот, что это действительно есть такая тема, и действительно это практикуется, и многие люди этим пользуются. Тогда я не знал этого. Ну, поверьте, сто процентов. Я самостоятельно решил, что, окей, как я себя подам, таким я и буду человеком. А почему тогда я не подам себя таким человеком, которым я хочу казаться, но как бы я надену маску? Я надену маску, что я супер экстраверт, что я супер со всеми легко общаюсь, что я не боюсь девушек, что я легко со всеми коммуницирую и буду жить под этой маской. Я тогда не понимал, во что это выльется. Я тогда не понимал, что это, что произойдет. Я думал, просто надену маску, потому что я просто не хотел. Я не хотел заходить туда вот этим шайни-боем. Я хотел, чтобы со мной все общались. Я хотел общения. Я жаждал его. И тогда я наделал эту маску, вот так вот держа ее. Я зашел и начал со всеми общаться. Это было суперсложно. Это было прямо... Ну, это было пиздец. Это было очень сложно с точки зрения, что я никогда так не делал. Я никогда не вел себя настолько экстраординарно и настолько необычно для меня. Я привык сидеть в углу и плакать в тряпочку, а тут мне приходилось со всеми общаться. Я очень пугался. Я очень пугался, но мне на руку шло то, что этого никто не знал. Никто не знал, что я переживал. Все видели обычного чувака, который окей, но он общается. Ну, типа и норм, окей. Типа, что такого? Они не знали, что под маской этого чувака сидит вот такая вот серая мышка, которая боится, блядь. Боится, пиздец. Они этого не видели, вы понимаете? Они не видели этого. Они видят только оболочку. Чувака, который со всеми легко общается и коммуницирует. И меня воспринимали так. Когда тебя начинают воспринимать так, с тобой начинают общаться должным образом. То есть тебе подходят, допустим, ко мне подходили, со мной общались. То есть меня не обходили стороной. Потому что там, в Иркутске, в России, меня обходили часто стороной, потому что, ну, я был действительно таким шайни-боем. Вот. А здесь этого не произошло, потому что они видели, что я общительный. И они общались со мной как с общительным. И через время, через примерно месяц или полтора, я понял, что я уже не держу эту маску. Я уже не держу эту маску. Эта маска стала моим лицом. Эта маска превратилась в меня. Ну, то есть я превратился в эту маску. И все. И я уже совершенно не чувствую себя замкнутым. Я не чувствую себя каким-то скованным, когда я себя так вижу. Нет. Я совершенно чувствую себя комфортно и приятно мне. Мне очень приятно. И тогда я понял, что я изменился. И именно так за один месяц я совершенно прочертил линию своей жизни на до и после. Тогда, когда я был шайни, когда я перестал быть таким человеком. Когда я стал общительным. И это, блядь, это просто ломает голову, что пытаясь надеть маску, я стал этим человеком. Это очень важно. Это работает в две стороны, ребята. Это работает абсолютно везде. И это работает абсолютно в две стороны. То есть вы можете это применять хоть где. Если вы хотите там в обществе стать лучшим, просто ведите себя как лучший. Ведите себя как самый пиздатый. И потом вы станете действительно самым этим пиздатым. Это работает абсолютно на 100%. Но будьте очень внимательны, что это работает в две стороны. Если вы надеваете маску и стараетесь как бы, ну, то есть, играете не свою роль, а играете более худшую роль, да? Ну, то есть, если вы пытаетесь, допустим, язвить, чуть-чуть думаете, ну, я чуть-чуть как бы спежу здесь, никто же не заметит. Нет, вы станете пиздоболом. Если вы станете так часто, вы просто станете пиздоболом. Вы думаете, ну, ладно, я сейчас чуть-чуть здесь хитрю, здесь хитрю. Все очень просто. Если вы это делаете, вы пиздобол. Вы просто сделаете эту маску своим лицом, и вы продолжите жить этой жизнью. Вы не заметите, как из порядочного, обычного человека вы стали пиздоболом. Так что, пользуйтесь этим способом с умом, его действительно можно очень хорошо применять в вашу жизнь, в любой сфере деятельности, в любой, в школе. Вы думаете, блять, ну я, я, как бы, я, опять-таки, у меня мало друзей. Зайдите в школу, похер, что они вас знают, похер. Просто начните общаться, как действительно экстраверт. Окей, сначала первые 2-3 дня все охуевают, и такие, чё ты, долбай, ты же был супер застенчивым, чё такое. Но через 3 дня всем станет похер. Через 3 дня все забьют хуй, и начнут с вами общаться, как с обычным человеком, который со всеми общается. И так в любой сфере деятельности. Я думаю, вы это поняли. На этом всё, с вами был Ник. Субтитры сделал DimaTorzok